8GK у нас стоит на мидлейне, против него Ferrari на SF, по запаку одна и та же ситуация, просто у Ferrari 4 танга здесь свои, а здесь Healing Self от Queen of Pain. На сложной Cold Snap вместе со Сларком поставили в итоге Miracle у нас в хардлейн игроки команды Nubm, против них стоит Xe в соло. Бруда против Сларка и Шейкера, Xe левел свой получать будет, контрить пока что нечем Бруду, с центри только-только, вот опять 4-0 прилетел, теперь в принципе можно Xe попытаться где-то цеплять. Clockwerk в итоге стоит на легкой линии в соло, против него стоит Rubik, Ochi и Burning на луне, вот, ну и мидлейн мы с вами видели, ну и гуляющий Fade, который не на сложной, не на легкой, пока что сам по себе ходит, утвардит, девардит, все чем должен заниматься саппорт, этим и занимается. Ну и со стороны команды IG в принципе мы видели, что у нас да как, по лайнам 1, роумящий Fade и 1 на лейне, вот, ну и Nubm тоже 2, 1, где у нас 5, нет 3, 3 плав все-таки в сложный угод команды Nubm, да, сюда же Leon перетянулся, ну и по одному в миде и 1 стоит на легкой линии. 1-0 впереди команда Nubm, это все благодаря фрагу на Burning, случился он еще в прошлой катке, в этой после пересоздания Burning тоже подарился команде Nubm, все по-честному и переходим непосредственно к матчу. По запаку в общем-то мы видели, все, никаких тут новых вещей не происходит, все рассчитывают побыстрее получить левел, побыстрее сделать еще один фраг и дальше уже выходить, перемещаться по лайнам. Важная задача от команды IG это выформить на легкой линии Бруде хотя бы, хотя бы, ну я думаю хотя бы Оркет, должен выформить Кси и тогда уже представлять кое-какую угрозу для команды Nubm. Пока что Сларку на Кси Фиолетова, тем более, что здесь есть под сейв, Vision тоже есть для команды Nubm, поэтому так, Квапа у нас отдается СФу на мид лейне. Нет, Квапа точнее забирает СФа, да, забирает СФа, немножко отвлекся, Квапа забирает СФа на мид лейне, 2-0 становится в пользу команды Nubm, чей перемещается на мид, получить экспириенс. На легкой линии команда IG, Кси уже почти 4-го левела, Сларк еще не 3-й и 2-й только недавно для Леона появился. Фейт до сих пор 1-го левела. Шейкер тоже гуляющий, Коулдснэп перемещается у нас на мид лейн, он в принципе участвовал в убийстве СФа, я думаю, готов повторить, если что. Маной отпивается, Фиссура есть. Можно попробовать еще раз зайти на СФа. Вот здесь Коулдснэп спалился, увидел его Феррари, отходит немножко поближе к собственному Т1. Аджи отправляются во вражеский лес, пока там Клок с крипами бодается, Бёрнинг в это время фармит у нас и крипов команды Nubm и нейтралов. Клоку лучше так далеко не заходить, потому что подсейвить своего тиммейта Чи сможет, телекинес есть, поэтому через батареасаут Клок просто так у нас Бёрнинга не поймает. Ну и Бёрнинг против одного Клока так точно не сольется, это вам не против пятерых в лес зайти и на ФБ отдаться. На Фейта выходит у нас 8GK, Фейт под Ливинг Армором, бежать дальше от Квапы. Есть Scream of Pain, и Scream of Pain второго левела, просто прыжок и просто наорать, через 2 секунды будет Блинг у нас Уквапейн. Фейта можно забирать, нет, не рискует в итоге AGK, очень зря даже не рискует, мог забрать смену Фейта, но тогда есть, конечно, да, был бы шанс не уйти отсюда. Здесь, во-первых, Тьма Тьмущая Пауков, во-вторых, недалеко был у нас, кто-то там, по-моему, Рубик, если не ошибаюсь, смещался и могли, в принципе, не выпустить уже Брудмазер оттуда, точнее Квапу оттуда. Фейт занимается стаками, ну, Тренд Протектор здесь вообще фулл саппорт, Ливинг Армор раздает, так что маны вообще не остается, и теперь занимается стаками крипов, все это для Феррари. У СФа возможность фармить вообще великолепная, через Койлы все это спокойненько забирается. Тратишь просто 225 маны, и там сколько патчек тебе настакают, столько и забираешь. 8GK, ловит 2 Койла, уже 5-4-0 здесь, Фессура пошла у нас в СФ, а СФа, скорее всего, убьют здесь. Shadow of Enda, 6-й левел, и Requiem of Soul прокачал, перед смертью разультился, и... Нет, не разультился, не дали возможности СФу разультиться. Квапа в итоге у нас умирает, и на лоу ХП отходит отсюда 5-4-0-0. В итоге, после смерти, только СФ ультанул, при жизни Requiem of Soul не дали провязать. По итогу файта, 276 зарабатывает команда NewBM, и по золоту ИС-600 по Экспириенсу, тоже для коллектива NewBM. У Клокверка на данный момент есть Боттл, есть Бутс оф Спид. Клок отправляется на топ-лейн, а кто же отсюда ушел? Куда делся Сларк? Сларк пошел вниз вместе с 5-4-0-0. Будут ловить Бёрнинга, Паунс есть, прыжок Бёрнинга. У Бёрнинга есть Эклипс, успеет ли он выйти из рыбьей формы здесь? Ну что, Бёрнинг заманивает под собственный Т1, и в итоге Бёрнинг живой. Живой и очень сильно при этом поврежденный, но живой. В принципе, через Ливинг Армор Бёрнинг может и не уходить с лайна. Так, Клок у нас в это время разваливается на сложной линии. Кси вместе с Чи развалили Клока, и первый фраг от Бруды. 1-0-0 для Кси. Зачем Бёрнинг сюда пришел фидить? Тут непонятно, почему не стоялась Сларку, здесь тоже не ясно. Переместился Рубик на топ-лейн. Возможно, поняли, что в соло... Не знаю, честно говоря, даже зачем Клок туда отправился. Левел получать при таком количестве спайдеров, да и вообще при нормальном левеле Бруды, вряд ли у Клокверка получится. Нужен еще как минимум один саппорт. В итоге Клок нафидил, в итоге потеряли Тауэр, и первый Тауэр для команды IG уже упал. Сларк от Ньюби. Сларк, на котором играет Миракл, уже приобретает себе ПТ. Есть на данный момент 270 на руках и почти 6-й левел. Как только у Миракла будет 6-й левел, будем наблюдать за более-менее вменяемыми файтами. Пока что Сларк такой, единичный, может какой-то наскок организовать на любого игрока команды IG. И, опять же, это все делается только при подсейве тиммейтов, таких как Леон, таких как Квапа. В соло пока что Сларк, например, Луни ничего вообще не сделает. Бернинг, опять же, элементарно дождется, когда выйдет у нас Shadow Dance Сларк и развалит его через Эклипс. Все это очень просто делается. 8 минут сыграно. По голде IG 2 с копейками, по Экспириенсу 1000 тоже в пользу коллектива IG. Миракл проседает по ХП, Бернинг вообще по монету толком ничего не теряет. Недорого, стоят Люсин Бимы, и Люсин Бим уже 4-го левела. Под Эклипс попасть к тому же Мираклу, Миракл развалится. Главное дождаться окончания Shadow Dance, потом можно любого развалить. Странно, что IG в Бернинга в соло оставляют на сложной линии. Луна, которая соло фармит сложную, ну, IG не то чтобы переоценивают, конечно, свои возможности и возможности Бернинга, но больше, скорее всего, недооценивают команду Ньюби Миракл. Но, с другой стороны, Луна здесь, Луна фармит, Луна жива. Какие еще необходимые доказательства? Фейд закрывает у нас в лесу 5400. Быстренько выходит у нас Леон через рыбу. Фейд чуть-чуть подсловился, но неужели дальше будет бежать? Ну что, готовятся. Луна не подходит и просто так отдают Фейда. Бернинг мог сюда прийти, но здесь 4 игрока через... Даже через Эклипс Луна вряд ли забирала бы всех. И был шанс здесь и остаться. Все-таки Эклипс первого левела. Как ни крути, команда IG перемещается на нижний лайн. Уже тут все вебами покрыл Кси. Уже неприятно бегать команде Ньюби М. Чи на лоу ХП. Чи, скорее всего, здесь может умереть. Хек с него. Пошел хукшот от Клокверка. Развалили Рубика Кси. Без ульты и Кси пока еще живет. Уходит в паутину и по-быстрому в лес. На лоу ХП здесь Луна. Через Эклипс тоже нормальные дэмэджи в Ньюби М внесли. Пока что размен 1 в 1. Саппорта на саппорта. 8GK за Бернингом. Люсин Бим пошел в 8GK. GK разваливается. Ну и Луна здесь догорела в итоге. Забирает килл Квапа. Пока что размен 2 в 2 уже. 2 в 3 даже, скорее всего. Нет, не умирает здесь пока еще СФ. Феррари жив. Ливенг Армор вообще спасает на дичайших соплях у нас Феррари. По итогу файта 3 в 2 разменялись. 4 даже в 2. Леон еще один раз умирает. 5 в 2. Это ультра килл уже от Брудмазер. Но здесь пока так долго шел файт. Бруда сгрызла всех, кого только могла. 2 раза умер Леон. 3 раза умерли остальные 3 игрока команды Ньюби М. В итоге это 5 в 2 размен. В пользу команды Айджи. Или 5 в 3. Уже толком не посчитаешь. Но ультра килл для Брудмазер. Да, здесь свалился в итоге Кси. Кси умер. Но при этом его ребята, его паучата тут неплохо очень даже надамажили команду Ньюби М. По голде для Бруды уже есть Хэнд оф Мидас, есть ПТ и Сол Ринг. Поэтому Бруда будет фармить гораздо быстрее, чем любой в составе команды Ньюби М. Это не проблема совершенно. Все, что тут стакали игроки команды Ньюби М, теперь Бруда, скорее всего, все заберет. Тоже небольшой трабл. Не жалеет ульты Брудмазер. Кси фармит, в принципе, под ультой достаточно быстро. Большие пачки крипов валятся. Сейчас, в принципе, что жалеть ульту? Ее можно потратить и за счет этих крипов заработать себе 11-й левел. А там уже совсем другой аутимейт. Клокверк. Под паутиной. Понимаешь, что что-то здесь не так. В центре поставили. Кстати, Кси не спускается с хайграунда. Ну, очень скилловой Кси. Как ни крути. Вайджи просто так за красивые глаза не берут. Да и какие красивые глаза могут быть у игрока китайской команды. Почти 11-й левел для Кси. На мидлейн можно выходить. Вэп уже подставил под Т1. Хукшот не туда вообще. Клока мимо. Закрывается в Коге. Феррари через кайлы развалили в итоге у нас оффлейнера команды Нью БМ. 11-й левел для Кси есть. У Феррари 10-й почти. У Чи 6-й. У Трэнд Протектора тоже 6-й есть Овергроуз. Для Луны почти 9-й. Бёрнинг тоже на мидлейн. Готовится продолжение файта. Так, врывается у нас 8GK. Фиссура по двоим. Феррари на половине ХП. Разультился здесь Феррари. Не дают в итоге разультиться. Подкоп у нас по двоим от 5-4-0. Сваливают в итоге СФ, а убивают фейта. В Шадоу Дэнс входит Сларк. Дальше за Кси. Но Кси должен по вебам свалить. В итоге 2-1 размен в пользу команды Нью БМ. И по голде очень неплохо. Команда Миракла здесь насобирала. 900 по голде. Для них 2-40 по экспириенсу. Кси уже, наверное, и 12-го скоро будет. Да, совсем немного до 12-го левела остаётся. Луна по-прежнему 8-й. Продолжение драки. Врывается Сларк. Сларк быстрее валить. Отсюда Шадоу Дэнс. Ещё 30 секунд его не будет. Но здесь вебку даст. Сларку никуда вообще не деться от бруды. Келлинг Спи для Кси. Вообще Бруда тут ужас какой-то творит. Для команды Нью БМ. 7-1 на данный момент для Кси. Брудмазер, которая стояла в соло. При том, что были саппорты. Были подкопы от Леона. Были ворды. И Кси в итоге свой левел получил. Дальше ультра киллы. А дальше посмотрим, что эта Бруда будет делать с командой Нью БМ. Пока что для них ситуация для Нью БМ. Конечно же, не самая приятная. 10-10 счёт. Но проблема команды Нью БМ в том, что много денег сконцентрировано в одном герое команды IG. Имя этому герою Брудмазер. 7600 для неё. 6800, 8GK. Дальше 4500 Бёрнинг. 4500 Феррари. И только 3600 Сларк. Пропасть огромная. Вся эта пропасть в 4500 по золоту и 4000 по экспириенсу. Ну, можно же, если всё вообще перемешалось в стане команд. Шейкер на мидлейне против Рубика. Как вам такое? Пока ребята, которые более-менее способны убивать, гуляют и ищут жертву. Свою команду... Команды оставили саппортов фармить мидлейн. Хукшот от Клокверка опять мимо. Феррари в итоге не поймали. Феррари выходит в Блэк Кинг Бар со старта. Так, для Фейта уже есть Чин Мейл. Куда это всё? Это всё в медальон. Скорее всего, Леон на лоу ХП уходит под фонтан. Так. Тренд Протектор у нас в итоге выйдет в медальону в Кураж. Шадоу Финт собирается себе в Блэк Кинг Бар. Для Луны есть уже Хедресс, есть Баклер. Рецепт на Мекку, скорее всего, летит. Да, Бёрнинг уже с Меккой. Тоже удивительно. 3200 на руках у Кси. Есть Мидас, Солринг, Базилка, Пауэртрет. Всё необходимое, при этом 3200 на руках. То есть, могло быть так и без 300 на руках. Бруда и так неплохо бы себя чувствовала. Но это дополнительный бонус вообще чокнутых масштабов для Бруды. Сейчас Оркет будет достаточно ранний для Брудмазер. При наличии уже имеющихся артефактов. И бедняга тогда команда. Бедняги команды Нью Биа. Леон, например, Клокверк, Шейкер, Квапа. Жаль мне их. Если Сларк провтыкает где-то момент про юз вообще подхода Бруды, то и Сларку не сдобровать. Рассказ большой. Эклипс есть от Луны. То есть, масс демеджа, тьма вообще тьмущая. Игла и вы здесь от Луны. Короче говоря, команда IG пока что очень сильно даже доминирует. 6000 по золоту. Инвиктус Гейминг по Экспириенсу тоже 6000 для Инвиктус Гейминг. Что, пошла у нас очередная драка. Чи на Лоу ХП. Си подходит сюда. Так, Фейт провязал Овергроус. В итоге никого из команды Нью Биа не забирают. Только Шейкер сейчас отъезжает. Клок на Лоу ХП отошел отсюда. Потеряли игроки команды IG своего саппорта. Чи отъезжает. Ну и Файт один в один. 11-11 становится счет. Размен в принципе равный. Саппорта на саппорта. Без каких-то плюсов для кого угодно. Кси на Бруде. Под Вардом. Здесь немножечко наорал. 8 Джекейна. Паучат Кси. А так в принципе ничего страшного для него не случилось. 4700 уже на руках для Брудмаза. Это тот вообще, по-моему, тот... Нет, приобретает. Да, приобретает себе Блэк Кинг Бар у нас. Кси. Я думал, какой-то серьезный демэдж артефакт купит у нас Кси. В итоге потеряли всех вообще паучат. Кси-шных игроки команды Ай-Джи. Топчутся во вражеском лесу. СФ на половине ХП. Фейт на половине ХП. Продолжают топтаться еще и под Вардами. Феррари. Выхиливают за счет Мекки. Ливенгар Мор на Феррари. Кси под ультой. Но непонятно, кого грызть. Коги очень удачно поставил здесь Клок. Разделил команду Ай-Джи на двоих. И что, и продолжение наступления от Ай-Джи. Они думают, что они сильнее. Ну и будут стараться реализовать свое преимущество. Продолжают пушить Лайн. По ХП практически никто не просел. На всякий случай здесь есть Тренд Протектор. Есть Овергроуз, который всех задержит. И даст возможность нормально разультиться тому же СФу. Два БКБ уже в составе команды Ай-Джи. Просто Курьер никак их донести не может. Это БКБ для Кси. Это БКБ для Феррари. Я думаю, эта игра может очень-очень быстро закончиться. Пушат команда Ай-Джи. Машинка есть. Тут Феррари может даже позволить себе танковать. Забирают Т2 внизу. Ну и Нью-БМ все, что могут, это отбасываться скиллами. Все, что я вижу, это фиссура от Шейкера и подкоп от Леона. Чуть-чуть пачку крипов раздамажили. Где-то какую-то даже снесли. И команда Ай-Джи вообще даже не дергается, чтобы назад идти. Продолжают пуши давить. То же самое можно делать на Мидлайне. То же самое можно делать на Топпе. Нью-БМ позволяют это делать с собой. Скорее всего будут позволять и дальше. 8 тысяч по золоту Ай-Джи. По Экспириенсу 6 тысяч. Тоже Инвиктус Гейминг. И еще один хукшот Аклока в пустоту. Кси продолжает держать первое место. 10500 по Нетворцу для него. 10 тысяч от Квапы. Дальше идет СФ. СФ, который проиграл Queen of Pain. Это немножечко странно. Но не будем забывать, что Феррари 4 раза уже успел слиться. Папа забирает у нас Фейта. Бернинг не юзал еще Эклипс. Врывается у нас с Бернинга. Подкоп пошел от Чи по двоим. Краденый подкоп от Леона. Бернинг юзай ульту. Куда ты вообще для чего копишь ее? Кси проезжал ульту. Проезжал БКБ. Дальше за 5-4-0. Веб ставит Кси. Ульта сейчас уже закончится. Все. Кси уже у нас не супер дэмэдж дилер. Можно переключиться на Тауэр. То, о чем я говорил. История повторяется. Теперь с Мидлейном. Дальше можно смело перемещаться на топ. Просто падают все внешние Тауэра. Там минуты до 22. Преимущество по золоту будет колоссальным от команды IG. И можно смело идти заканчивать игру. Сейчас IG выигрывают 8 по золоту и 6 по экспириенсу. Хукшот от Клока. По-моему, в цель. Где ты? На Кси ворвались. Ливен Кармор от Кси. Ульты, правда, у Кси нет. Кси, скорее всего, здесь умирает. На лоу ХП Кси. Подкоп по нему. Чи тоже на лоу ХП. Рубик пока еще живет. Здесь очень неплохо лить Кси. Тут от... От тренд протектора у нас работает. В итоге теряют только Кси. Выживает Рубик. И минус 2 со стороны команды Нью Биэм. В плюсе остались IG. Дороговато, конечно, платят у нас за Брудмазер, но это неудивительно, потому как Бруда все-таки топный творц на карте. Давайте пробежимся по артефактам, пока все разошлись. Для Леона есть Даггер, есть Транквил Буцы. У Клокверка. Руб оф Зе Мэджи Чин Мэйл. Готовится выйти в Блэйд Мэйл. Есть также Буц ПТ и Боттл. У Шейкера. На котором играет Колд Снэп. Солл Ринг и Буц оф Спид имеется. Ну и у Квапы Шадоу Блейд, что простите. Шадоу Блейд у Оркит для Квапы Боттл и Пауэр Трэдс. У Сларка есть Даггер, Барабаны, ПТ. Сларк ведет себя так, как будто его команда выигрывает с невероятным вообще преимуществом. Как будто Сларку позволено нападать на всех по всей карте. Хорошо. Посмотрим. У Рубика есть Форстаф, Транквил Буцы. Больше пока ничего для Тренд Протектора, Медальон, Аркан Буцы и есть гем. Ну что, пошел у нас врыв от команды Нью Бея. Врыв на Рубика. Шадоу Дэнс от Сларка. Дальше за Рубиком. Рубик толкает себя Форстафом, пытается отсюда убежать. Рубик в итоге у нас что-то украл. Украл Шадоу Дэнс, Дарк Пак точнее украл. Если был бы Шадоу Дэнс, можно было бы и выжить. Ну и Кси пошел нарезать по 5-4-0-0. Плюет в него. Минус Леон. Минус Шейкер. Продолжение от Кси. Кси очень хорошо себя чувствует. Ульта не заканчивается. Разваливает Мирикла. Минус 3 делает Кси. Дальше Файт против Клокверка. Ну здесь батарея Саут. И БКБ заканчивается у Кси. В итоге трипл килл от... Что вообще творится от Квин оф Пейн? Там трипл килл от команды Эджи со стороны Кси. И со стороны команды Нью Биэм. 8 Джи Кей у нас делает ультра килл. 12-2 идет Квап Пап. Он на первом месте. Она на 2000 обгоняет Бруду. Как ни пыхтел у нас Кси. В итоге его команда не имеет топ Нью Биэм. Есть самый серьезный парень. И он в составе Нью Биэм. 8 Джи Кей уже. С Шадоу Блейдом Оркедом. Есть еще и 4000 сверху для Квапы. Я думаю дополнительный какой-то хекс вообще будет не лишним. Команде Нью Биэм. Либо же Квапе нужно выходить в какой-то дэмэдж по типу Мейлстрома. Чтобы разбираться с пауками. Чтобы побыстрее дамажить. Ну БКБ приобретает себе Квапа. Зай вейдит здесь Луну со всеми ее неприятностями. Пошел у нас файт на нижней руне. Врывается Бернинг. Провязал Эклипс. Бернинг здесь скорее всего умирает. Минус 2 уже делает команда Нью Биэм. Теряет только Леона. Дальше за Сларком. Сларк даггер аут. Все. Миракл жив. Файт окончен со счетом 2-1 в пользу команды Нью Биэм. Почти 1000 по голде они получают. И 2600 по экспириенсу. Феррари. Решил раскастоваться. Ловит фиссуру от колд снэпа. БКБ от Феррари. По 8 Джи Кей. А что 8 Джи Кей? Ему все равно. Он в БКБ. Это гадлайк от Квапы. Это 13-2. Квин оф Пейн вообще издевается над командой ЭДЖИ. Кси пошел нарезать по Клоку. Блэйдмейл фиолетово. БКБ заканчивается у Кси. Не будет еще долго у Сларка Даркпак. Точнее Шадоу Дэнса. Но здесь Квапа скорее всего не отпускает Кси. Сларк у нас в итоге выживает. И Квапа должна забирать у нас еще и Бродмазер. 8 Джи Кей чудеса какие-то. 14-2-5 для мидера команды Нью Би Эм. Как сильно Кси тут не старается всю команду ЭДЖИ вытаскивать буквально за уши. Не получается. В файтах дерутся не очень. SF-2-6. Бернинг 1-4. Да, они вроде по фарму тут покруче, чем Сларк. Но Сларк по киллам и то идет 2-4. Не так провально, например, как в Феррари 2-6. Вот. Кси как ни старается 13-4. Тем не менее Квапа гораздо увереннее смотрится. 25 тысяч по голде. Ой, 25... Точнее 25-ая минута Ки 25 тысяч. 5 тысяч по голде ЭДЖИ пока что выигрывают. И по экспириенсу в ноль выходит команда Нью Би Миракл. Хотя отставали на 6. Иногда даже на 7 тысяч от своих оппонентов. Здесь с десятки преимущества ЭДЖИ скатывается до 5 тысяч. Это по золоту. Ну, глянем. Будет ли хороший пример Квапы поддержан ее товарищами по команде, сейчас узнаем. Но пока что Квинов Пейн, конечно, за всех старается. Клок по-прежнему без серьезных артефактов. Блейдмейл есть. Но Блейдмейл Клока легко контрится. Тем же БКБ от Брудмазер. Так что Клок не самый полезный в составе команды Нью Би М. Луна с БКБ с Меккой. Полторы тысячи для Бёрнинга. Вроде 26-ая минута. Бёрнинг пока что демеджа с руки наносит очень даже мало. Артефактов на демедж. Ни Манта Стайла, ни Бабочки. Ничего для Луны пока что нет. Кисура от Шейкер. Увидели Кси. Есть гему Квин оф Пейн. Кси разваливает. Леон Фингер оф Дес не жалеет. Очень быстро справились у нас. Кси теперь можно драться на Рошане. 4 против 5. Все это будет в пользу команды Нью Би Меркл. Думаю 100%. Бёрнинг с Эклипсом. Но в любой момент здесь Квапа просто упрыгивает. Сларк уходит в Шадоу Дэнс. Тоже не проблема. Шейкер умрёт. И например Леон тоже умрёт. Это тоже не страшно. Они саппорты и их работа умирать. Врыв пошёл у нас от команды АйДжи. Развультился 8 Джекей. Очень сильно битые обе команды. Бёрнинг закрыт. Здесь Фессура. И подойти куда-то команде Нью Би М не может. Колд снэп на хайграунде. Отжимают тем не менее Рошана от команды... От команды Нью Би М. Ну все на лоу ХП. Феррари на лоу ХП. Умирает Феррари. Минус 5 делает команда Нью Би М. Минус 3 делает АйДжи. А кто? Кто забрал? Кто забрал Аэгис? Украли? Неужели украли Аэгис? Да, украли Айгис. Он был в руках, по-моему, Сларка. Или нет? Скорее всего... Скорее всего нет. В итоге размен-то 5 в 3 получился. Нью Би М в любом случае остались в плюсе. По ХП они уже впереди на 2500. По голде где-то 4000. Сейчас, я думаю, до 2000 должно спуститься. Да, 2000 по золоту уже. После обновления графиков. Но АйДжи начинают плыть. Что-то мне все меньше нравится это Брудмазер. И все больше нравится это Квин оф Пейнт. 16-2 уже для 8GK. Фейт просто здесь корм для команды Нью Би М. Если Квапа врывается в Фейта, без вопросов его забирает. Даже Клокверк забирает Фейта. Это странно. При том, что Клокверк идет со счетом 3-5. Тренд протектор вообще очень слабый. 28-ая минута. Артефактов практически нет. Медальон это самоубийство. От Фейта. У мидера команды Нью Би М опять есть 4000 на руках. Квапа очень круто фармит. 17-300 для нее. Для Кси 14-100. Сэф, который обычно у нас всех абсолютно на карте перефармливает. На данный момент на третьем месте. У Феррари 11-300. Даггер наконец-то появляется для Шейкера. Все-таки 30-ая минута уже началась. Пора бы что-то думать. Ну все, все паучата у нас сваливаются. Подкоп от Леона. Скрим оф Пейн от Квапы. И почти все, все-все-все абсолютно спайдерлинги от Кси развалились. Ну что, пошел дальше файт. Чи умирает. БКБ из-за Квапа. Вгрызается Кси у нас в Квапу. Неужели Квапа здесь останется? Упрыгивает отсюда после Джекей. Бежать быстрее. Сэф разультился. Где файты? Файты вообще непонятно где. Живые в Сасаве команды Нью Би М. Отходят на вообще огромном, ну, жутком лоу ХП. На 20 ХП здесь сваливает Леон. На лоу ХП также сваливает Квапа. Ей ни в коем, вообще ни в коем образом нельзя отдаваться. Потому что стрик здесь, гадлайк это раз. Во-вторых, ее тысячу лет не будет на карте. Потому что уже 19 левел для Квин оф Пейн. Ну и вообще дарить золото Айджи, если они его не заслужили, по-моему, нечестно было бы. Проблема Квин оф Пейн в том, что Айджи Кей у нас сконцентрировался на Рубики сконцентрировался на тренд протекторе. А в это время Кси под БКБ, под ультом, спокойненько стоял и сзади в спину пилил у нас Квапу. В итоге Квапа, когда опомнилась, у нее уже было 200 ХП. И все, что оставалось, это просто убежать. Квин оф Пейн приобретает Асаут Керас. Игра со всех сторон ненормальная. Квапа у нас с Шадоу Блейдом и с Керасой. Добро пожаловать в современную доту. У ССФа есть Юл, есть БКБ. Больше Феррари пока ничего не покупал. 3 700 у него на руках. Для Бёрнинга есть Ultimate Orb. Я думаю, что Луна у нас выйдет в Манта Стайл. В итоге вроде как не лишнее. При том, что есть Оркит у Квапы. И придется сбрасывать тот же Сайленс. У Бруды уже есть Башер. Есть БКБ. 6-секундный Мидас. Все, Кси. Пока что больше ничего не имеет. Ну и у Рубика. Форстаф. Даггер в итоге так и не появился. И для Бёрнинга появляется все-таки Скади уже готовый. Для Феррари точнее. Для Феррари у нас постепенно вырисовываются Скади. У Бёрнинга как был один Ultimate Orb, так и остается. Яши никакой пока что нет. Да и для Скади. Тоже ничего пока себе Бёрнинг не приобретал. В это время Сларк собирает себе Скади. Первый серьезный артефакт для Миракла. 19-й лвл он постепенно по фарму. Где-то уже догоняет Луну. Еще тут 2-3 минуты. Луну можно будет обогнать. Все. Сларк уже обогнал Луну по Нетворцу. Врыв пошел от команды IG. По Т1. Клокверк. Нак Сик. Си умирает. Фейт умирает. БКБ от 8GK. Разультился здесь SF. Старается наваливать по Queen of Pain. Просто упрыгивает Клопа. Нет БКБ, нет ульты у SF. Можно и SF здесь попробовать догнать. Нью БМ подходят под Т1. Ульт от Бёрнинга. Бёрнинг умирает. Гем выпадает уже второй раз. Бёрнинг его подобрал. Ну что, в итоге-то 4 в 0. Команда Нью БМ сильно битая, но живая. По итогу этого файта тут огромнейшее количество денег для команды Нью БМ. Сейчас еще и Т2 упадет тоже для них. 33-я минута. Если минус 4 сделали, как вообще можно прощать линию? Линию сожрут и скорее всего отправятся еще и на мидлейн. Тоже можно переместиться и за ближайшие секунд 20 развалить у нас центральную линию. Дальше идут игроки команды Нью БМ. И вообще все ни по чем. Неужели будет заход на хэкграунд? Да, будут стараться развести на байбэк. А кого разводить-то? У Луны до байбэка? Нет, байбэк есть у Луны. Заставят выкупаться. Тауэр падает. Луна еще 18 секунд будет в таверне. У СФа 35 секунд не будет ульты. БКБ уже откатился для Феррари. Падает милишный барак. Рейнжевой не трогают, просто уходят. Минус стороны аут команды Нью БМ. Айджи ошиблись неоднократно. За свои ошибки они поплатились снесенной стороной. Айджи выигрывали 10 тысяч по золоту. Теперь проигрывают где-то 7 по золоту и 10 тысяч по экспириенсу. Хотя тоже были в преимуществе 6 тысяч. На Квин оф Пейн, как ни гляну, постоянно у него 4 тысячи на руках. Ну, 8GK фармит просто на ура. 21600 для него. При этом 14300 СФ, который стоял против Квин оф Пейн. 15 тысяч КСИ со сложной. Ну, не сложной, а соло линии в легкой. Против триплы. У Сларка 14300. И у Луны почти 12 тысяч. Бернинг по фарму здесь, в принципе, на дне абсолютно. Мы не берем, конечно, в расчет тут Фейта и Чи. Это вообще было бы смешно, но... Луна, которая умудрилась к 35-й минуте оказаться на 5-м месте по Нетворсу, это проблема. Возможно, Квапе уже пора подумать о таких артефактах, которые у нас определяют, что Квапа Интовик. Как-никак, например, собрать Хекс или... Я даже не знаю, на самом деле, что Квапе собирать. Оркит есть. В принципе, я смотрю, Квин оф Пейн не собирается у нас выходить в интеллект. И если появится Хекс, то исключительно для демеджа. Ну что, 8 GK на КСИ. КСИ старается сделать ТП-аут. Клокер через хукшот врывается в своих же друзей. Квапу. Ой, точнее, в Бруду не попадает. В итоге КСИ уходит на собственный фонтан. Потратили ульт Клокверка. Тут есть агоним, в принципе, откат небольшой. Но сам факт, что Клок промазал по стоячей на месте Бруде. Промазал хукшотом и попал в своих тиммейтов. Коги тоже поставили, но были не очень удачно. Бруда ТП-аут сделать смогла. Ну, напрашивается для Квапы Хекс. Да, есть в команде Леон. Это, в принципе, один Хекс. Но второй Хекс вообще не лишним. Квин оф Пейн... Таким образом, получит дэмэдж, получит кучу интеллекта. Раскастовки могут быть постоянные. Или, опять же, агоним для Квапы тоже можно приобрести. Просто передай гем кому-то из ребят потолще. Например, Клокверка у него 2000 ХП. И пусть Кексом врывается куда только хочет. Сама могла бы смело уже пойти в интеллект. Появляется Рошан. Айджи об этом знают. Спайдерлинги уже стоят здесь и готовы встретить Роху и встретить свою команду. Нью-Би-Эм туда не идут. Они заняты фармом в собственном лесу. Айджи на подступах к Рошану, но тоже пока еще не спускались. Смок приносит здесь курьер команде Нью-Би-Эм. Все впятером под Смоком на Роху. Тараканы мертвы. Еще одного Таракана сюда пускают. Таракан не палит все, что здесь вот Нью-Би-Эм случается. Все, Смок спадает. Теперь Таракан должен видеть. Через лес заходит команда Айджи. Зайдет в спину Колдснепу здесь. Колдснеп отходит и отходит в инвизии. Его пока что не палят. В инвизии также Клокверк. Увидели Феррари. Клок готов уже врываться, как я понимаю. Ждем Клока. Скорее всего он будет первый, кто в ряды команды Айджи врежется. Ну что, Клок не рискует пока. Феррари. Девардит. Клок, ну же. Ждет, когда кто-нибудь спустится. Можно в принципе врываться здесь Феррари. Врывается в итоге в Рубика. Чи выталкивает себя. Через Ливинг Армор подсейвили у нас Чи. Ульта пошла у нас от Рубика. Разультилась Луна. Бернинга развалили. Феррари фуловый. Где Квин оф Пейн? Квин оф Пейн в деревьях спряталась. Феррари дальше продолжает бить. Правда живы игроки команды Айджи втроем. Миракл валить отсюда по-быстрому. Ну и Катя друг друга. Обе команды. Так что вообще ничего толком не понятно. Чи в итоге у нас умирает. Умирает также Сларк. Квин оф Пейн. Байбэкнулась, да? Байбэкнулась у нас 8GK. Опять файт. Ну и в инвизе Квопа. Будет стилить Аэгис или не знаю, есть ли смысл вообще. Нет, Квопа будет драться здесь против Феррари. Врыв от Клокверка. Наконец-то удачно себя Клокверк повел. Ульта пошла от Брудмазер. Брудан начинает пилить 8GK. Теперь у проблемы у Клокверка. Клокверк, скорее всего, здесь умирает. Еще один удар. Да, Клокверк мертвый. Из него выпадает Гем. Байбэк от Клокверка. И Рошан уже близко к смерти. Рошан падает. Сыр есть. Есть Аэгис. Кси просто наступил на сыр. Он ждет. Ждет, когда придет СФ. СФ Байбэкнулся исключительно с одной целью. Забрать сыр. Я даже не знаю, что здесь случилось. На самом деле, файт длился минут 50. В итоге этого файта... Сейчас узнаем. 3000 по золоту выиграли игроки команды IG. По экспириенсу тоже выиграли они. Роху забрали IG. Кси забирает себе Аэгис. А сыр падает для СФ. Абисол Блейд появляется у Брудмазер. Еще и 1600 сверху. Сэнджин Яша также есть для Кси. Я думаю, что следующим артефактом вполне может быть... Бабочка. Ну, игра очень скомканная. То одна команда впереди, то другая. Файты, байбэки. Массфайты, которые длятся у нас по 2-3 минуты. Ну, это что-то с чем-то на самом деле. Феррари разультился. 5-4-0 на ло хп. Умирает он. Ульта пошла от 8GK. Абисол Блейд провязал в него Кси. 8GK под Овергролсом и под Абисол Блейдом разваливается. Мега килл для Кси. Потеряли только Фейта. Дальше за Клоком. Клока поднимают в телекин С. Уходит отсюда Клок. Люсин Бим под ноги и плевок от Кси. Минус 3 делает команда IG. Теряет только Фейта. Луна приобретает себе Хекс. Квапа, смотри и учись, как собираются серьезные дамочки. Луна приобретает Хекса. Квин оф Пейн до сих пор без Хекса. У нее есть Кераса. У нее есть Шадоу Блейд. БКБ. Бутс оф Тревел. Не знаю, сможет ли команда IG наказать Квапу за данный итем билд. Это было бы на самом деле справедливо и закономерно. Глянем, IG уже заходят на хэгграунд. У них нет нижней стороны. Они решили забрать мид. 60 секунд не будет Квин оф Пейн. Байбека нет для 8GK. Сларк врывается у нас в толпу. Эхо Слэм пошел от Шейкера. Ульта от Бернинга. И ультой Бернинга сжирают всех одного за другим. Упрыгивает отсюда по-быстрому Миракл. Шейкер отправился в таверну. Кси. С Аэгисом Кси не страшно. Правда развалили Луну в итоге. Минус 4 уже от команды IG. Луну потеряли, но здесь есть Кси и здесь есть СФ. Можно попробовать снести нижний лайн. IG не рискует. Там же один Сларк. Почему нет? 42 минуты сыграли. Графики теперь в пользу команды Invictus Gaming. По экспириенсу 2500 тоже для Invictus Gaming. Refresher Orb для Бруды. 2 Abyssal Blade, 2 БКБ и 2 ульта для Брудмаза. Почти 25 левела Кси. Он выходит вперед. Он обгоняет Queen of Pain. Квапа у нас 23 левела. И у нее есть Кераса. Прошу поздравить Квапу с самым важным приобретением в ее жизни. Винвиз уходит в Queen of Pain. Ну, я не знаю. На самом деле, вот Shadow Blade на Queen of Pain. Ну, какие вообще... Кто нашептал это 8GK? Что это вообще законно приобретает Shadow Blade на Queen of Pain? И почему именно такая сборка? Да, наверное... Хотя, с другой стороны, вот я критикую-критикую. Аквапата у нас начинала. Не так давно шла со счетом 16-2. Да и сейчас 19-4 для Queen of Pain. И Shadow Blade как раз стал тому причиной. Теперь можно уже, наверное, избавиться от данного артефакта и купить что-то серьезное. Хотя, боюсь я советовать Квапе купить что-то серьезное и избавляться от артефактов. Потому что надо было что-то серьезное. Она купила Керасу. Сейчас надо будет еще что-то серьезное купить Queen of Pain. Она купит... Pipe, например, или... Или Rot of Atos, или Ethereal, например. Ну, Ethereal, кстати, неплохо. Да вообще все неплохо на Квапу. Все, кроме Керасы. Команда IG на топ-лейне. Уже пили Т2. Т2 забирают. Уже SF даже начал потихонечку поднимать голову. Постепенно выходит в бабочку. Все, бабочка уже готова. 240 сверху. Сыр до сих пор в нем. Скади у него. БКБ 5 секунд имеется. Есть Юл. SF уже сейчас Queen of Pain. В принципе, может драться на равных. И даже с большим шансом победы конкретно для Shadow Fender. После появления бабочки. Так тем более у SF с руки. 300 с копейками. Это если рядом Луна находится. Давайте смотреть. Да, у SF 340 с руки. У Бернинга с руки мало. У Бернинга 180. Бернинг здесь такой полу-саппорт. У него Хекс есть. И у него есть Мека. Бернинг не боец, конечно, конкретный. Но раскастоваться под БКБ Эклипсом. Похилить всех и дать Хекс. Он может. Больше от него никто ничего не требует. Брудмазер здесь отвечает за демедж. Обычные с руки. Ну и SF, конечно же. У SF 300 с руки без Луны. 330 с ее присутствием. У Брудмазер. Ого-го-го-го-го. У Бруды тоже с руки там. 310. Но команда IG очень сильно, конечно, вмесит. У Квин оф Пейн в это время. 200 всего лишь. У Сларка. 160. Ну и кто? Больше никто не бьет с руки. Лейтас серьезным физдемеджем. В составе команды Нью БМ нет. По-моему, они дотянули эту игру до момента, когда IG их уже не отпустят. Они выигрывали 10 тысяч. В итоге потом их слили. Сейчас уже 5 тысяч по золоту проигрывают. И 3 тысячи по экспириенсу. Скорее всего, Кси вместе с Феррари должны команду IG уничтожить. Тренд протектор приобретает себе даггер. Есть даггер для Брудмазер. Есть все необходимое у SF. Ну и все. Дальше Рубики с даггерами. Дальше Луна со всем необходимым. Ждем. Ждем масс-файта. Следующий масс-файт, я думаю, выявит победителя данной игры. Миракл видит здесь Фейта. Оставляет его Феррари спокойненько. БКБ включил и валит отсюда. Разменяли Фейта на пустое место. Не страшно совершенно. Юби Миракл на мид-лейне. Т2 начинает подгорать. Бернинг подходит поближе. Недалеко находится Феррари. Пока что никто не врывается. Луна приобретает себе даггер. Ну что, пошел у нас риф от Кси. Кси юзает БКБ. Юзает Рефрешер Орб. Абисал Блейд. В Клокер. Клок на лоу ХП. 8GK. Через ульту забирает троих. Игроки команды IG посыпались. Клок, правда, на лоу ХП. Кси его пилит. Сларк тоже у нас на... В общем-то, под атакой ХСи. 5-4-0. В Геосептре. Кайтят ХСи как только могут. Ну и... Вгрызается в него Миракл. Вгрызается в него... В итоге Квапа. Феррари начинает с руки настреливать по Queen of Pain. Феррари в Хексе. Бьется об Коге. Феррари под Сайленсом умирает. Минус Феррари. Потеряли Квапу. Потеряли Шейкера. Сларк дальше за Фейтом. Фейт, я так понимаю, выкупился. Нет, Фейт просто появился. Так долго шел у нас файт. По итогу этого файта 4 в 2 подрались. 2 700 заработали Нью Биэм. И 8 900 по Экспириенсу. 9 тысяч по Экспириенсу за двоих... В принципе... За 2 килла в преимуществе. 50-ая минута, в принципе. Чего еще ожидать-то? Ну и опять Нью Биэм отыгрывают. Все необходимое. Здесь плюс выйдут по Экспе. По голде... По голде 2 500 проигрывали. По Экспириенсу в плюс на 3000. Сларк, пошел пилить Т4. Какой хитрый Миракл. Не верит, что что-то с ним может случиться здесь. Дарк Пакт забирает Чи. И все, Сларк делает ТП-аут. Уходит отсюда. Нет, Длинкаут. Просто через Паунс, через Даггер валить. Т4 нет. Голый трон для команды... Для команды IG. А значит, можно по низу зайти. А значит, можно под Смоком, под чем угодно абсолютно зайти по низу. И попытаться по-быстрому снести трон. Команде IG вообще теперь нельзя со своего хайграунда спускаться. Здесь террористы вообще от команды UBM в любой момент понизу зашли и развалили трон. Сларк может это сделать. Квапа это может сделать. Квапа это может быть. Так, Кси байбекался, как я понимаю. Куда-то его деньги все пропали после... Ам, он покупал Блинк Даггер и умирал. Да, Бруда очень много потеряла за собственную смерть. Появляется бабочка в это время на Сларка. Есть Скади, есть бабочка. Сларк уже дамажит очень больно. А в процессе файта все это увеличивается. Ну что, Шейкеры у нас выталкивают. Колд Снэп, быстрее от Кси. Кси под БКБ. Кси в итоге у нас отправляется в Хекс. Под Ко по нему. Кси должны забирать здесь. Кси убивают. Квапа не жалеет ульт. Пошел ульт от Бернинга. Бернинг под БКБ выгрызается в него Миракл. Минус Бернинг, минус Кси. Дальше за ССФом. Если Феррари здесь умирает, команда Айджи проиграла. Даже если Феррари здесь не умирает, команда Айджи очень легко может проиграть. Фейт, Чи остался и ССФ. ССФ не ультил. Феррари практически без потерь по ХП просто сделал ТП-аут. Но Мид Лейн можно сносить. Не можно, а нужно. Наконец-то Квин оф Пейн приобретает Хекс. 2600 еще и сверху для Квапы. Она опять на первом месте. 27000. ССФ даже не подходил к Рохе. Хотя, я думаю, понимал, где находится команда Ньюби Миракл. Какой шанс был у ССФов соло подраться, даже не представляю. Клок у нас перемещается по линиям, по карте вообще исключительно хукшотами. В своих, в чужих, в любых. Угр Клаб приобретает себе Клокферк. Готовится выйти в Блэкинг Бар. Геосептор для Клока уже есть. Что, Ньюби М, пока нет бруды. 17 секунд. В принципе, этого времени должно хватить развалить сторону. Хекс пошел Феррари. Подкоп по Феррари. Феррари выталкивают. Овергроллс пошел от Фейта. Клок почти все ХП теряет. Миракл в Шадоу Дэнс и наваливает Феррари. И растет дэмэдж у Миракла. И 300 с копейками с руки. И Паунс. И еще один удар по Мираклу. Ой, точнее по Феррари. Миракл продолжает здесь быть супер дамажичным. Вообще 400 уже у Миракла. А Эггис есть на Сларке. Ждут теперь появления Сларка. Должны в итоге разваливать его. Так, Даггерал делает здесь Сларк. Ну, дэмэджа не так много. Миракл должен пытаться отсюда уйти. Обисал Блейд ловит Миракл. Хекс в него же. Ну и развалили Миракла. Это ультра килл от Рубика. Чем вообще Рубик у нас убивал? Фиссурами у нас Рубик убивал. Руками, фейт болтами. И всем, чем только Рубик мог убивать. Ультра килл для Рубика. Ай-яй-яй, не показали, сколько по итогу заработал Рубик. Но очень много. Но 3200 на руках учись сейчас. 53 минуты. Графики в обратную сторону. Нью-Биэм выигрывались. 6000. Ждем обновления. Эта игра начинает уже стареть просто сама по себе. 54 минуты сыграно между IG и Нью-Биэм. Ну и качели как-никак. Не все так просто на самом деле. Ну где обновление графиков? IG стесняются заходить. Это при том, что их было больше. Они в итоге не заходят. Их даже ультра килл от Рубика вообще не подтолкнул к наступлениям. Готовится у нас Рубик выйти в Аганим, насколько я понимаю. Пойнт-Бустер приобретает уже. Для чего здесь Аганим? Квин оф Пейн, скорее всего. Раз. Сларк нет. Шейкер два. Клокверк или он? Ну да, почему бы не заработать, не собрать себе Аганим. Все-таки, во-первых, арты дает. Не арты, точнее, а статы дает. Которые Рубику не будут бесполезны. А во-вторых, можно к хорошей. Такой ульт подстелить у кого-то. Бернинг уже просто за счет своего левела начал хоть какой-то дэмэдж вносить. Просто за счет прироста ловкости. Что, пошел у нас файт. 5-4-0. Разваливается. Минус Леон. Минус Рубик. Бернинг. Эклипс провязал. Эклипс, в принципе, неплохо надамажил, но теперь Бернинг у нас вынужден просто-напросто бежать. Феррари умирает. Минус Феррари. Минус Рубик. Только Шейкера потеряли игроки команды Нью Биэм. Сларк дальше за фейтом. Хукшот от Клокверка по классике. Опять в никуда. Луна отсюда ушла давным-давно. Тренд протектор тоже уже не здесь. И Бруда. Бруда бьет крипов в лесу. 56-ая минута. Самое время подфармить в лесу. Нью Биэм. Собрались. Пошли. Сэфа нету. Сэфа посмотрим, что с байбэком. Нет байбэка три с половиной минуты. Ничего не надо делать команде Нью Биэм. Просто подойти к трону и снести его. 4200 хп, 15 дефа. Трон рахетичный. Его нечего бить на 56-ой минуте. Байбэк пошел от Рубика. Забудь про Аганимчи. Думаю, что не в этой игре уже Линкен. Сфера появляется на Квин оф Пейн. Вместо чего? Да вместо все равно чего. Бернинг врывается в толпу. Бернинг начинает получать от Мирикла. Мирикл в итоге у нас Луну доедает. Бернинг просто как Рахид подрался. Мирикл дальше файтится. Луну забрали. Кси на лоу хп. Кси здесь должны дожирать. Клокверк наконец-то попал в притык и попал на Спокси. На хайграунд заходит команда Нью Биэм. Пятером все живы. Минус 4 они сделали. Быстрее на трон но я думаю что это ГГ. На байбеке смотрим. Байбек только есть у Брудмазер. Она его не делает потому что команда Айджи понимает что это гуд гейм влплейт. Наконец-то. Что Айджи проиграли Нью Биэмом и шанс оказывается Нью Биэм был изначально и они ничего так и они еще неплохо смотрятся. У них квапа 26-5 закончила. Вот это я понимаю мидлейн для человека. Кераса даже вниз ее якорем не потянула. Ну и Хекс с Линкенсфера всего по чуть-чуть. Ну и Сларк у нас не самый серьезный. Керри вообще оказался ГПМ 519 это при том что у квапы 643 и проиграл конечно же Бруде по ГПМ проиграл СФ по Гелд по Минут. Ладно у нас небольшая пауза мы сейчас переключимся на матч между Invictus Gaming и командой CDEC и услышимся уже там пока что не забывайте подписывайтесь на наш канал на Твиче заходите в группу ВКонтакте и конечно же на наш канал YouTube там все воды сыгранных матчей напомню что это студия игрокам ТВ микрофона друг небольшая пауза 10-15 минут и вернемся на следующий матч Айлигия